Всем привет, это канал Make Plants, и сейчас я вам покажу, как можно сделать вот такой мини-бонсай из обычного дуба. Итак, первое, что я сделал, я отправился на задний двор, где у меня растут огромные дубы. Под ними очень много желудей, и каждую весну там всходят вот такие вот сеянцы. Я выкопал один, который мне более-менее понравился, и сейчас буду над ним работать. В искусстве бонсай деревья сажают в небольшие плошки, поэтому вот такой вот длинный морковный корень нам совсем не подойдет. Я его подрежу, и это никак не повредит нашему растению, потому что он будет питаться за счет вот этих вот нитчатых корней, а не за счет этого длинного толстого корня. Теперь подготовим горшок. Я использую вот такую керамическую плошку, которую я просто нашел в кухонном отделе магазина и проделал в ней отверстие с верлом. В моем регионе сложно найти настоящие бонсайные горшки, так что выкручиваемся как можем. Грунт для бонсая должен быть максимально легкий, рыхлый и с большим добавлением минеральных компонентов. Порой используют даже чисто минеральный грунт и просто периодически его удобряют. У меня здесь конечно нет настоящих элементов, таких как акадама, но я использую для этого керамзит и другие разрыхлители типа циолита и перлита. Также буду использовать мохсфагнум для того, чтобы стимулировать рост корней. Итак, в самой плошке перед тем, как засыпать туда грунт, необходимо закрыть большое отверстие для дренажа. Я это делаю с помощью обычной сеточки. И таким образом компоненты нашего грунта не будут высыпаться через это отверстие после полива или просто когда мы переносим горшок. Такое деревце, как у меня, называется ямадори или дословно бонсай, взятый из природы. То есть мы просто его пошли и выкопали, а дальше будем над ним работать. И вообще большой сторонник того, что бонсай можно сделать абсолютно из всего. Итак, деревце мы установили в нашу плошку. Первое, что я делаю, я обкладываю все корни мхомсфагнум. Он обладает антисептическими свойствами, он шикарно стимулирует корнеобразование. И я уже пробовал это на своем бонсайе из вяза. Это действительно работает, и корни потом легче выживаются. Дальше это все засыпется уже грунтом. Кстати, также с помощью мхосфагнума можно реанимировать растения, которым нужно нарастить хорошую корневую. Их можно просто посадить в чистый сфагнум, какой-нибудь овощной контейнер, чтобы он хорошо дышал. И в таком состоянии, может даже я видел, как растения бонсайи живут даже не один год, просто в чистом сфагнуме. И наращивают шикарную корневую, и спасаются, можно сказать, с очень плачевного состояния. Итак, теперь засыпаем все остальное грунтом. Главное хорошо протрясать, чтобы не было никаких воздушных карманов. Основа для этого грунта у меня торф, а все остальное это уже различные разрыхлители. Там какие у вас будут, хоть то битый кирпич, хоть то мелкий керамзит. Ну, если есть у вас возможность покупать акадаму, используйте и акадаму. Итак, вот так мы все засыпали землей, сделали небольшой холмик. И теперь нужно будет обмотать проволокой, для того, чтобы мы могли наше дерево формировать в том виде, каким мы хотим, чтобы оно выросло. В целом, искусство бонса и к этому и сводится, что мы постоянно обрезаем дерево и обматываем ему оставшиеся ветки проволокой для того, чтобы формировать из них какую-то конкретную композицию. Ну, где-то за год, а бывает полгода, ветка, которая была таким образом скручена в то или иное состояние, она уже приживется, и проволоку можно будет снять, ветка будет сохранять это самое положение. Здесь я просто обкручиваю стволик проволокой по спирали. Мне повезло найти здесь проволоку, которая была уже в резиновой обмотке. Это то ли из телефонного кабеля, не помню, то ли из какой-то другой электроники. Но с помощью этой проволоки не будет так много следов оставаться на нашем стволе. И само дерево уже после обмотки проволокой вы можете согнуть как хотите. Я сделал просто обычную классическую форму S, или она такая как спираль. И в таком состоянии мы оставим дерево, и где-то через полгода оно зафиксирует его, и так и будет расти и дальше. Кстати, вот эту маленькую веточку снизу ствола я не убираю, так как она будет пока расти и добавлять толщины ствола. Позже я ее могу срезать. Теперь нужно декорировать бонсай с помощью мха. Нужно найти именно вот такой мелкий мох, который, наверное, растет у каждого возле подъезда. Но перед этим нужно хорошо пролить наше деревце. Лейкой, ну для первого раза, можно даже погрузить целый горшочек в воду, чтобы все хорошо пропиталось. Итак, раскладываем наш мох, так чтобы у нас не было зазоров, но это уже на ваше усмотрение, можете делать любые композиции. Можно оставлять также часть земли без мха, можно положить туда какой-то камешек, дальше я посмотрю, что с этим сделать. Пока я закрою всю поверхность. Еще учтите, что чтобы мох сохранялся, конечно, у вас должна быть хорошая влажность и не сильно жарко. Итак, у нас получился вот такой небольшой бонсай из дуба. По весне, я надеюсь, он выпустит все свои почки, если все хорошо переживется, я вам все это покажу, пока он будет неотапливаем парнике. А если вам все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Пока!